Здравствуйте, дорогие красноярцы, мои любимые телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Вот сейчас у меня с лица сходит улыбка, и я буду ругаться. Сегодня речь пойдет о том, почему у вас отпадают нижние листики у перцев, баклажан и томатов. Я понять не могу, что происходит. Каждый второй звонок на горячую линию про это, каждый второй комментарий на YouTube про это. Я не понимаю, вы что с растениями делаете? Вы что издеваетесь над ними? Ведь явно же не подходит почва. Вот я вчера, готовясь к съемкам, сидела, ломалась голову. Ну что же там у них не так-то? Я так старалась целый год. Вы что, меня не слышали, какой состав почвы? Я сейчас читала состав почвы, который мне написала подписчица, одна из многих, и там в составе, вот послушайте только, что там в составе. Значит, это биогумус купленный, значит, это кокосовый брикет, вермикулит, перлит, бактерии. И последнее, бомба. Зола. Вот эта вот сердобольная женщина взяла все это, перемешала. Я себе с трудом представляю, что там делает зола. Это же щелочь. Она же там просто цементирует все. И при поливке ее растений у нее поверхность почвы становится как зацементированная. Какое же количество нужно было положить золы? Да не делайте вы этого. Вы почву готовите. Что? Тазик намешали вот тут и тут же все пересадили, что ли? Да у вас не только листья. Вы у вас уже от такой подкормки, скоро волосы с головы свалятся последние. Вы, вы, вот у меня нету слов даже. Вы поймите, что раскисление нужно этим культурам, всем трем и перцам, томатам и баклажанам. Им нужна нейтральная почва. А зола-то что делает? Зола, вот у нас кислая почва, вот у нас нейтральная, а вот щелочная. Вот если сюда положить золы и вот она пошла, она пройдет нейтральную шкалу и она станет щелочной. И такой тоже комментарий тоже уже есть, когда показатель PH 7,9. И это очень сильно щелочная почва. Растения не могут выжить в этих условиях. Вы поймите, почему желтеют листья-то? Вот сейчас это расскажу. Вот посмотрите, пожалуйста, на мою рассаду. Было много комментариев, что она у меня слабенькая, дохленькая, бледненькая, никакая короче. Но при всем при том, что она может, по вашему мнению, слабенькая и дохленькая. А на моей рассаде нет ни одного желтого листочка. У нее и семидоли-то еще на месте. Но почему это происходит пожелтение снизу? Да все очень просто. Кислая среда, которую, или щелочная, которой вы устраиваете растение, кислая, это когда много перегнойчика. А щелочная, когда вот туда золы буханули без меры. И все это надо было сделать с осени. Подготовить почву, чтобы процесс раскисления, он идет два месяца как минимум. Что ж вы тогда-то не делаете? Вы и в грядке так же. Все весной, все сегодня высаживать лук, и мы сегодня набухаем золы. Господи боже мой, бедный тот лук с его корнями. Но мы сейчас про перец, баклажаны и томаты. Посмотрите, нету желтых листьев и не будет. Растение должно есть. Бактерии готовят ему там всевозможную еду. Бактерии живут в нейтральной почве. В данном случае будем называть их нейтральные бактерии. Есть и те, которые в кислой живут, есть и те, которые в щелочной. Но здесь нейтральные бактерии. Они не могут принести еду растениям, потому что у них среда для них неподходящая. И что делает растение? Правильно. Оно что, дурак что ли? Есть-то все равно охота. И оно из своих собственных листьев. Это для первого раза. Потом будут цветы, а потом будут плоды. И растение все подтягивает для того, чтобы корни могли существовать. И верхушка растения могла развиваться. Вы это-то понимаете? Я уж вам объясняю, как детям. Сейчас бы сюда биолога-агроноба, он бы 3-4 фразы сказал, чтобы вы ничего не поняли. И вы бы остались довольны. Вы почему добрые советы не принимаете? Запомните, все должно быть разумно. И вы, делая какое-то действие со своими любимыми растениями, которые готовы вас накормить на целую зиму великолепными плодами, ну хватит над ними издеваться. Я всегда говорю, сделайте один раз хорошо. Вы знаете, что вам весной сеять рассаду, потом ее пикировать? Да какого же, прости господи, вы не можете с осени это сделать? Не можете сделать рано весной? Можете. В январе ваши ведра, бочки должны быть заполнены смесью, пролиты, все внесено. И почва должна быть готова к пересадке, перевалке там или пикировке растений. И еще немножко про емкости. Очень много звонков на горячую линию, и все спрашивают, у меня желтеет, у меня не растет. Спрашиваю, емкость какая для перца? Ну, стаканчики из-под сметаны. Но мы их уже прошли, стаканчики из-под сметаны, коли бы сеяли, ну даже если и в феврале в начале. Мы вот в середине января, у нас в емкости из-под сметаны не получится. Вы поймите, что очень неограниченное количество почвы. И вот эти емкости, стаканчики из-под сметаны, они могут быть, когда вы пикируете перцы первый раз. Да пожалуйста, бога ради. Ну потом-то ему корни-то где расположить? И вот эти ваши вопросы, а почему у меня перец цвет набрал? А потому что он находится в таком стаканчике, вот в такусеньком, и растение понимая, что ему кирдык приходит, некуда расти, все, ну в гробу практически закопанный. Да дайте мы ему волю. Ну как с такой кроной можно держать его в стаканчике из-под сметаны? Конечно, растение понимает, что оно погибает, оно конечно выбросит цвет. И хотя бы не полноценный, но плодик образует. А потом уже бог с ним, потом оно и погибнуть может. Вот такая сегодня злая и печальная получилась. Но я очень, я не хочу никого обидеть, я очень хочу вам помочь. Вы поймите, что, ну затевая вот это все с каналом на ютюбе, я же взяла на себя ответственность. И за ваши растения тоже. Ну да, конечно, я могу сказать, я ж только даю советы, вы можете не принимать их. Но уж коли вы приняли совет, вы уж делайте как положено. Но я же не требую от вас подвигов Геракла, правда? Это ж только растение. Ну коли вы посадили перчики вот так вот, смотрите, два. Ну горшок-то какой должен быть? Да, я всегда говорю, он больше широкий, чем высокий. Конечно, его корневая система расположится в этом горшке, и верх у него будет соответственный. И ничего, он при перевалке в землю не сбросит с себя. И листики у него не отваливаются. Обратите внимание, семидоли тоже на месте. Вот правда, ну как вас еще убедить? Ну в общем, слушайте мне внимательно. Если вы не будете, начав делать по моим советам что-то делать по-своему, тогда просто не задавайте мне вопросов. Мне очень обидно. А на этом до свидания и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!